Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Мшика. Сегодня пеку очень вкусный и ароматный томатный хлеб с вялеными томатами, травами и чесноком. Хлеб получается с невероятно невесомо нежной структурой и ярко выраженным вкусом пиццы. С кусочком сыра это точно пицца! Честное слово, попробуйте! Под видео я оставлю ссылочку оригинала рецепта, который я брала за основу. Но, конечно же, я рецептуру изменила. Ну, а вы уже сами решайте, по какой рецептуре готовить вам. Приступаем! В чашу миксера высыпаю просеянную муку. Я буду замешивать тесто с помощью тестомеса, но это можно сделать и руками. Добавляю соль, сахар, сухие активные дрожжи, молотый чеснок сухой, а также базилик и орегано. Все перемешиваю. Если будете замешивать тесто руками, делать нужно в такой же последовательности, как и миксером. В чашку с теплой водой добавляю томатную пасту комнатной температуры. Если вы берете томатную пасту из холодильника, смесь томатной пасты и воды необходимо затем подогреть. Она должна быть теплой, не горячей. Если она комнатной температуры, тогда подогревать не нужно. Все перемешиваю до однородности. Вместо воды и томатной пасты можно взять томатный сок, но обязательно его нужно подогреть. Также вы можете взять любой томатный соус и порцию воды, но общее количество жидкости должно быть такое же, как у меня. Точный список ингредиентов будет под видео. Тесто я буду замешивать с помощью насадки Крюк. Начинаю сначала замес на небольшой скорости. И потихоньку буду вливать жидкую смесь. Как только все ингредиенты перемешались, скорость прибавляем до средней и продолжаем замес примерно 7-8 минут. Если вы замешиваете руками, естественно, это займет больше времени. Тесто должно быть эластичным, гладким и отставать от стенок чашки миксера. И остался последний штрих. Добавляем вяленые томаты. Естественно, их нужно добавлять на очень маленькой скорости. И как только они распределились по тесту, можно выключать миксер. Мои вяленые томаты находились в оливковом масле. Я их не обсушивала, добавляю как есть. Обязательно берите для расстойки большую миску. Потому что тесто для этого хлеба очень увеличивается в размерах. Маслом необходимо сбрызнуть как в миску, так и в руки. Формую из теста колобок и кладу его в миску. Также сверху теста необходимо сбрызнуть или смазать растительным маслом. Для того, чтобы после расстойки оно не прилипло к пленке. Отправляю тесто в теплое место на 1 час. Прошел 1 час и посмотрите, ребята, как увеличилось в объеме мое тесто. Раза в 3 это точно. Поэтому обязательно берите большую миску. Рабочую поверхность присыпаю мукой. Из этого количества ингредиентов можно испечь 2 хлеба. Но я решила испечь сегодня один очень большой. Ребята, посмотрите на это воздушное тесто. Оно просто невероятно воздушное, мягкое-мягкое, нежное-нежное. И теперь из этого теста делаю большой прямоугольник. Скалки мне для этого не понадобятся, делаю это руками. Конечно, вы можете формовать хлеб так, как нравится вам. А я делаю вот так. Сгибаю обе стороны к центру. Вот так. И немножечко прижимаю. Тесто снова немного растягиваю. Придавливаю пальцами, чтобы получился прямоугольник. И теперь беру оба конца и немножечко сгибаю к центру. Вот таким вот образом. А затем подтягиваю и скручиваю рулетом. По желанию, концы можно защипнуть. И у меня получится вот такой вот удлиненной формы хлеб. Конечно, вы хлеб можете сделать и круглым, удлиненной формы. Какой вам нравится. Это несущественно важно. Главное, чтобы нравилось вам. Кладу его на противень, застеленный пергаментной бумагой. Кстати, пергаментную бумагу я на всякий случай сбрызнула маслом спреем. И теперь накрываю кухонным полотенцем и отставлю для расстойки на 20-30 минут. Прошло 20 минут. И как вы видите, хлеб значительно увеличился в объеме. И чтобы у меня получилась красивая корочка, смазываю хлеб теплым молоком. Если не хотите смазывать молоком, можно просто сбрызнуть теплой водой. Либо смазать белком или желтком. С помощью острого лезвия делаю на хлебе 4 надреза. Выпекаю в разогретой до 180 градусов духовке примерно 55-60 минут. Хлебушек готов. Выпекался он у меня ровно 60 минут. Через 30 минут выпечки я его накрыла пергаментной бумагой, смятанной и смоченной в холодной воде. Потому что он очень увеличивался в объеме. И я боялась, чтобы он не подгорел. Обязательно дайте хлебушку остыть на решетке. И только тогда его разрежьте. Мякиш невероятно нежный. Просто настолько нежный, что мне даже боязно его разрезать ножом. Потому что не хочется повредить его чудесной структуры. Посмотрите, ребята, на эту прелесть. Это очень-очень вкусный хлеб. Я пекла впервые томатный хлеб, делала свои изменения. И я вам скажу, что этот хлеб очень-очень достойный. Обязательно попробуйте. Особенно если вы любите пиццу. Я уверена, как вам, так и вашим родным обязательно понравится такой рецепт. Ну а если вам понравилось это видео, поддержите меня лайками, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Если вы еще не подписаны, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну а я желаю вам приятного аппетита и хорошего летнего настроения. До новых видео. Всем пока.